Сегодня мы поговорим с вами об агротехнике, пожалуй, самых популярных, самых известных и бесспорно самых ярких и красочных растений наших прудов, о агротехнике кувшинок. Ну вот, посмотрите, передо мной здесь небольшой горшок, красивая яркая этикетка показывает, какой будет цветок, и вот можно увидеть и сам цветок этой кувшинки. Вот таких небольших горшках привозят к нам большинство экземпляров кувшинок из Голландии, Германии, из других стран, где их активно размножают, разводят. Видите, небольшой объем грунта не содержит большого количества питательных вещей. Все-таки эта кувшинка смогла в маленьком горшочке раскачаться и даже зацвести, вот у нее еще бутончик есть, но видите, листьев немного, они не достигают нормального, свойственного данному сорту кувшинки, размера. Все это показывает о том, что питания все-таки ей не хватает, но видите, корни стали уже активно пробиваться через этот горшок. Поэтому, если вы приобретете такую кувшинку, вы, конечно, можете ее поставить сразу в свой пруд, особенно если у вас времени нет, но через неделю-другую ее надо обязательно будет пересадить, иначе она не сможет нормально развиваться, расти и будет очень плохо цвести. Извлекаем этиклеточку, чтобы она не мешала при пересадке. Мы можем в дальнейшем ей воспользоваться, она довольно яркая, здесь название сурта есть, так что мы потом используем, чтобы не забыть, что за кувшинку мы купили. Немножко разминаем ком, легко вытряхиваем кувшинку. Вот освободившийся от горшка земельный ком, видите, тут достаточно обильные корни, мы аккуратно устанавливаем в кашпо значительно большего размера. В принципе, мы можем использовать горшок, но лучше использовать кашпо, то есть, которое по ширине больше, чем по высоте. Дело в том, что корневища активно разрастаются, прежде всего в ширину, а корни не слишком глубоко проходят в землю, поэтому для кувшинки важнее диаметр того контейнера, в который мы его сажаем. Посмотрите, вот в данный контейнер мы уже насыпали тяжелую глинистую землю, так называемую дерновую землю, в ней даже встречаются отдельные комки глины. Надо обязательно добавить туда и питательное вещество, кувшинки очень любят покушать, нужно, чтобы там было не меньше 30% биогумуса. Но можно использовать, в принципе, перегной, то есть, навоз, который полежал один-два года и хорошо перепрел, черного цвета, очень питательный, его тоже нужно не меньше 30% от общего объема нашей земельной смеси. Теперь мы тщательно должны перемешать нашу земельную смесь, где есть уже глина, тяжелая земля, и вот теперь еще будет биогумус. Вот в центре мы вырыли ямку, куда мы, собственно, поместим наш вот ком земли с кувшинкой и ее корнями. Немножко уплотняем, зарываем грунтом и еще раз уплотняем. Здесь можно даже немножко постучать, уплотнить рукой. Можно не бояться переуплотнить нашу земельную смесь, это невозможно, потому что когда мы ее поставим в воду, она все равно будет такой немножко жидковатой. Глина в нашей земельной смеси для кувшинок обязательно должна присутствовать, прежде всего, как элемент, консервирующий состав нашей земельной смеси. Дело в том, что попадая в воду, глина расплывается в такую сметановидную массу и заполоняет все с собой поры, закрывает данную земельную смесь. После этого из нее перестают вымываться питательные вещества и микроэлементы. Это хорошо как для кувшинки, то есть у нее будет полный запас питательных веществ, которые мы изначально сюда положили, так и для нашего пруда, потому что вымывающиеся питательные вещества, прежде всего, органические, они будут способствовать цветению воды, то есть развитию водорослей. Биогумус или перебной нужен как источник питательных веществ. Как я уже говорил, кувшинки очень любят поесть, и если питательных веществ будет недостаточно, вы сразу увидите, как мельчают их листья, уменьшается количество цветков. Эти растения нуждаются в большом количестве как органических, так и минеральных веществ в составе своей почвы. Ну вот, посмотрите, мы кувшинку посадили, уплотнили наш грунт. Итак, мы насыпали землю, но, как вы видели, оставили достаточно высокий бортик, то есть ниже бортика ее насыпали приблизительно сантиметров на 5. Это нужно для того, чтобы сейчас мы могли сюда добавить еще песок и камушки. Мы насыпали сюда песок слоем буквально 1-2-3 сантиметра толщины. Для чего нам нужен песок? Всего лишь для того, чтобы не всплывали частицы земли, когда мы будем погружать наш контейнер с кувшинкой в воду пруда. Вот он предохранит нас от загрязнения воды в нашем пруде. И еще, пожалуй, один момент, про который я зову. Посмотрите, мы кувшинку расположили более-менее в центре нашего контейнера, но точку роста направили к чуть-чуть более дальнему, что ли, берегу, более дальнему краю, чтобы у нее был какой-то запас расстояния для роста и развития. И теперь сверху мы должны насыпать камушки. Если у вас в пруду живут рыбки, то камни нам нужны обязательно. Причем чем крупнее у вас рыба, тем крупнее камни надо добавить. Камушки просто препятствуют тому, чтобы рыбы рылись в нашем горшке с кувшинкой, чтобы они не могли выкопать корневище и вообще взмутить воду. Ну и они красиво смотрятся, эти камушки. Ну вот, все, засыпка наша закончилась. Посмотрите, как выглядит уже конечный результат. Ну, в общем-то, с камушками хотя бы просто еще и симпатичнее. Все, кувшинка готова к тому, чтобы опустить ее в наш водоем. Посадка закончена. Здесь достаточно много питательных веществ, чтобы кувшинка без пересадки росла как минимум два года. В зависимости от сорта. Вот этот сорт частей и три года может прожить в данном объеме горшка с данным количеством питательных веществ. Итак, кувшинку мы посадили. Но пока мы вели съемку, она уже стала подсыхать. Поэтому ее надо срочно поместить в воду. Вообще, я должен сказать, что если вам придется долго возиться с кувшинками, особенно в такой яркий солнечный день, как у нас сегодня, обязательно накрывайте их чем-нибудь мокрым, мокрой тряпкой или мокрым нетканным материалом. Тогда вы предохраните их листья и цветки от высыхания. Так что сейчас мы поместим ее в воду. Конечно, на кувшинке надо потратить некоторое количество времени и сил. Но я вас уверяю, это настолько интересные, настолько яркие, красочные растения. Вы почувствуете такие положительные эмоции, когда увидите цветок кувшинки на глади вашего пруда, что, безусловно, стоит с этими растениями повозиться. Я думаю, вы их полюбите. Редактор субтитров А.Семкин